Всем привет! Это канал поделки-самоделки и я Татьяна. На улице лето и мы продолжаем радовать наших ребятишек нашими же поделками. А давайте мы с ними вместе сделаем вот такую красивую кроватку. И сделаем мы ее из спичек. Спички нарежем одинаковой длины, маленькой длины такой. Спички могут быть любого цвета, любой толщины. И естественно вы можете нарезать любого размера. Вы решаете сами, какой длины и ширины будет ваша кроватка. Эти спички я приклеиваю просто на белую картонную бумагу. Лучше бумагу выбрать поплотнее, так будет удобнее. А трески спичек мы сдвигаем ровно на высоту головки, серной головки. И вот и внизу, вверху подставляем нужную часть следующей спички. Будет ли она просто деревянная эта часть или деревянная тоже с серной головкой. И так я выкладываю от центра в одну сторону и потом ту же самую работу я сделаю в другую сторону. Эта поделка лучше всего подойдет нашим папашкам. Пусть они покажут, насколько они хороши, насколько они горячо любят своих дорогих детей. Но если нет и нечем заняться папашкам, и у них есть важные дела, поважнее, чем кроватка. Например, пиво или баня или еще чего. Тогда и мамы могут заняться такой же поделочкой. Эту поделку можно сделать вместе с детьми. Посмотрите, это основание кроватки. И сейчас я буду делать спинку кроватки. Сначала мне нужно будет рассчитать ширину этой спинки. Она должна равняться вот ширине самой кроватки. У меня не хватило буквально одной спичечки. Это каминные спички. Если саму кроватку я выкладываю из обычных спичек, то это каминные спички. Вот я сделала такой рисунок у кроватки, у изголовья. Теперь я соединяю, прижимая треугольником, все спички. Тут, прошу прощения, очень плохо видно. Камера почему-то не навела фокус. Я закрываю стороны сплошными спичками. Также они наклеены на бумажку. И низ кроватки тоже я сделала вот такой, с головками. Сейчас я делаю подмостки, на которых будет стоять кроватка. Прям настоящая принцессовская кроватка. Полок для кроватки я делаю тоже с помощью каминных спичек. Если нет таких спичек, можно воспользоваться шпажками. Каждый раз приклеивая, нужно проверять, чтобы были везде прямые углы. Я это делаю с помощью треугольника. И каждый раз я все это проверяю. Вот сделана высота, проверена. Тоже вверху я приклеиваю такие кусочки из спичек. Они наклеены, еще раз говорю, на бумагу. И ставится, а потом лучше всего приклеивается кроватка. Чтобы сделать еще красивее эту кроватку, Я обыкновенными салфетками украсила вот этот полок. И завязала веревочками. Посмотрите, какая красотища. Можно укладывать куколку и играться. Замечательная поделка получилась. И если она вам тоже понравилась, как и мне, не забудьте поставить ваш лайк, оставить ваш прекрасный комментарий. И, конечно же, поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Ну а теперь, желаю вам прекрасного настроения, замечательного отдыха. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.